Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» и сегодня у нас разговор с депутатом Госсовета Чуваши, руководителем фракции ЛДПР в парламенте Андреем Кулагиным. Андрей Васильевич, здравствуйте! Андрей Васильевич, недавно прошли парламентские слушания в Госсовете и, пожалуй, в первый раз все члены фракции, все фракции парламента были единодушны в оценке. Парламентские слушания были посвящены проблеме ЖКХ. Согласен, да. Очень огромная проблема сегодня есть, я считаю, сложилась, наверное, во всей республике, даже не только в городах. Это проблема в сфере ЖКХ. Это и завышенные тарифы, это и некачественная работа управляющих компаний, это проблемы с капитальным ремонтом домов, которые были, соответственно, ранее приватизированы, но даже эти дома не получили при передаче износа в процентах. Допустим, насколько был изношен тот или иной дом, когда его приватизировали. Сейчас вот на этих парламентских слушаниях я лично выступал, предлагал следующие, наверное, варианты проблем. Что нужно сделать? Ведь на самом деле для того, чтобы как-то проблему решить, ее нужно решать в комплексе. То есть ее нужно поделить на определенные сферы, и вырисуется картина, к чему мы стремимся. Я считаю, что в первую очередь, я уже давно это предлагал, тарифы необходимо, чтобы как-то сдержать, а может быть даже уменьшить. Необходимо, чтобы этим занимался депутатский корпус. То есть тарифы должны утверждать депутаты, народные избранники. То есть не исполнительная власть, а законодательно утверждать какие-то тарифы, нормативы. Исполнительная власть подготавливает документы, но утверждение конечное должно все равно быть за депутатами. Мы народные представители. Мы сегодня должны нести ответственность перед своими избирателями, которые нас выбирают, которые нам доверяют полномочия высокие. То есть получается, так как у нас сейчас депутаты единодушны во мнении, что ЖКХ просто губит, душит наших людей, то наш нынешний парламент в состоянии сдерживать эти тарифы? Мы сегодня должны четко говорить о том, что тарифы у нас ежегодно растут. Почему они растут? Сегодня депутатский корпус отодвинут от той проблемы, чтобы вникнуть действительно. А прямые ли затраты включаются в тарифы? То есть мы сегодня до конца не знаем, как и почему растут тарифы. То есть если встанет вопрос перед депутатским корпусом увеличить в следующем году или даже в этом году тарифы, то, соответственно, депутаты уже задумаются. Почему? Давайте проверим, все ли прямые затраты. Ведь вы знаете, сейчас громкое дело по коммунальным технологиям идет, и уже речь в следственных комитетах идет о том, что украли миллиард рублей. А этот миллиард рублей был включен в сумму тарифов. То есть получается, у нас тарифы были завышены в прошлом году на миллиард рублей. Это кошмар. То есть такого не должно быть. Соответственно, сейчас нужно делать перерасчет, тогда возвращать те денежные средства, которые были собраны гражданам. Или занижать тарифы в следующем году. За чей счет? Да, за чей счет этот концерт. То есть почему такое позволяет? Что? Служба тарифов, значит, не исправляет своей работой. И поэтому депутатский корпус сегодня, он немножко возмущен. То есть почему нам не дают право контролировать эту ситуацию? То есть вы в состоянии контролировать тарифы? Конечно. В любом случае исполнительная власть, зная, что последнее слово будет за депутатским корпусом, я считаю, что более тщательно будет подходить к своей работе. Какое решение по итогам парламентских слушаний? К чему они приведут? Просто поговорили, разошлись или какие-то конкретные действия? Да, мы тоже уже на президиуме обсуждали. Сейчас готовятся расширенные рекомендации. То есть у нас были приняты рекомендации на парламентских слушаниях. То есть пока предварительные, по входу выступлений, то есть еще там были предложения от других политических партий, от граждан и так далее. Они тоже будут внесены в эти рекомендации, обобщены. И уже на Госсовет Чувашской Республики мы будем с этими рекомендациями выходить во все заинтересованные стороны, то есть кого касаются эти рекомендации. И будем уже, может быть, какие-то законотворческие будут у нас проекты рассмотрены в данном случае. Потому что, понимаете, то, что я сегодня говорю о принятии тарифов, ведь это необходимо делать. Это необходимо делать не только у нас, Чуваши. Вот ты тоже хотел спросить, только в одном месте? Конечно, это по всей Российской Федерации. Просто Чуваши у нас всегда была, скажем, инновационной передовой республикой. То есть мы уже к этому привыкли. То есть мы готовы предложить коллегам из других регионов? Конечно. То есть нужно показать, что мы можем сегодня вот так вот изменить. И здесь, может быть, действительно будет у нас конкретный результат. Депутат. Ведь, ну, каждому депутату, я считаю, небезразличному, для которых избиратель – это не пустой звук, да, то есть невозможность там просто занять какой-то высокий пост. А действительно это те люди, за которых он ответственный. Спасибо большое, Андрей Васильевич. Напомню, что сегодня у нас был разговор по существу с депутатом Госсовета Чуваши, руководителем фракции ЛДПР в парламенте Андреем Кулагиным. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова